Я думаю, Кадырову нужно обратить внимание на этого парня, на то, что он сказал. Мы все видели, как они позорно убегали с Афганистана, как они побросали предательски всех людей, которых обслуживали. Предательски побросали людей, которые их обслуживали, которые на них работали, служили. Мы же вам доверились. Мы на вас. Я слышал про новый фильм о судьбе сына имама Шамиля с сценарным позором, в котором изменена история Кавказа. Но больше всего хочется обратить внимание на различные говорящие головы из Кавказа, говорящие исключительно в пользу Кремля. С какой-то радостью отмечают снятие этого фильма. Вот, дескать, как хорошо, смотрите. И то, что там выставляют сына имама Шамиля каким-то распутником, это ерунда, по их мнению. Возможно, они... Раз мы уже заговорили по поводу различных высказываний, в последнее время ЧГТРК «Грязный» радует нас очень хорошими сюжетами, высказываниями, ток-шоу. Реально на этой площадке, наконец, начали звучать какие-то действительно справедливые высказывания. И я сегодня хочу дать вам послушать очередное такое справедливое замечание одного из спикеров на ток-шоу ЧГТРК. Я, к сожалению, не знаю, как этого человека зовут, но высказал он очень правильное мнение. Давайте его послушаем. Если кто-то сейчас не согласен со мной, прошу меня поправить. Во всей красе они показали в Афганистане. Мы все видели, как они позорно убегали с Афганистана, как они побросали предательски всех людей, которых обслуживали, которые на них работали, служили, как неслись эти самолеты, раздавливали на своем пути всех этих людей обезумевших. Почему вы нас бросаете? Мы же вам доверились, мы на вас работаем, мы вас обслуживали. Здесь, конечно, речь идет об американцах, которые бросили якобы Афганистан и уехали оттуда, в результате чего Афганистан снова попал в руки талиба. Но я хочу обратить внимание на такие высказывания этого человека, как предательски побросали людей, которые их обслуживали, которые на них работали, служили. Мы же вам доверились, мы на вас работали, мы вас обслуживали. Очень, очень правильные слова сказал этот человек про деятельность предателей, про тех, кто становится коллаборационистом, кто начинает служить оккупанту. Когда приходит какой-то враг на твою территорию, и ты становишься его наместником, то есть он в результате боевых действий, уничтожения населенных пунктов, массового истребления людей, он в конечном итоге, ему удается оккупировать всю территорию, уничтожить сопротивление, и он берет под контроль всю территорию и назначает там своих наместников. И когда с этим врагом начинают сотрудничать люди из покоренного народа, они же становятся его наместниками, его служащими государственными, они получают награды от этого оккупанта, от своего хозяина. Этих людей очень правильно называют, то есть их деятельность очень правильно называют своими именами, как обслуживание, служение. И вот мне кажется, я даже этого человека, вот этого высказавшего это мнение, я его никак и критиковать не хочу, я наоборот хочу его поблагодарить. Мне кажется, он искусно владеет вот этим. Профессионально, мне кажется, он сделал свое дело в эфире ЧГТРК «Грязный». Я думаю, Кадырову нужно обратить внимание на этого парня, на то, что он сказал, и вслушаться в его слова. Послушай его внимательно, Кадыров, акцентируй внимание вот на те слова, те вещи, которые я сейчас подчеркнул, на которые я обратил внимание, слушаясь в его слова, Кадыров. А этот парень, ну тебе, наверное, я респектну за то, что ты это высказал. Я бы хотел тебя чаще видеть в различных эфирах и ток-шоу на ЧГТРК «Грязный». Будь здоров. Потом что, слышал про новый фильм о судьбе сына и мама Шамиля с сценарный позор, в котором изменена история Кавказа. Кавказу надо снимать фильмы о том, как все коренные кавказские народы прошли через геноцид. Я слышал про этот фильм, я даже видел его трейлер. Ну, конечно, это, безусловно, такая попытка опорочить, опозорить. Но больше всего хочется обратить внимание на различные говорящие головы из Кавказа, говорящие исключительно в пользу Кремля. Я даже не буду сейчас называть какие-то их имена. Но они как-то с какой-то радостью отмечают снятие этого фильма. Ну, вот, дескать, значит, как хорошо, смотрите официально Минкультуры, значит, снял фильм про нас. И то, что там выставляют сына и мама Шамиля каким-то там распутником, это ерунда, по их мнению. И, возможно, они в этом даже и не видят какой-то проблемы для них, это нормально. Я бы хотел сейчас обратить внимание вот многих людей из Дагестана, которые так сильно были возмущены, оскорблены просто тем, что я высказал мнение об имаме Шамиле, что он не является для меня героем, что я не считаю его героем. И вы помните, сколько было хайпа вокруг этой истории. Каждый там считал нужным что-то про меня высказать. Особенно я сейчас не говорю про каких-то простолюдинов, для которых мои слова были просто каким-то громом среди ясного неба. Я их даже как-то понимаю. с пониманием отношений к этим людям, потому что они воспитывались в такой среде, где им каждый день говорили одно, и тут на тебе Тумсо сказал что-то другое. Для них это просто было шоком. Я уверен, что сейчас даже эти люди наверняка по-другому, более как-то спокойнее смотрят на мое мнение, так как я ни в коем случае не порочил этого человека, ничего плохого про него не говорил, просто высказал мнение, что он для меня не герой. Но были ведь всякие спортсмены из Дагестана, которые за эти мои слова они меня так сильно возненавидели, так сильно они меня ругали, переходили даже на какие-то оскорбления, за то, что я просто сказал, что он для меня не герой. Ничего плохого не сказал, должное ему отдаю, делаю за него дуа, но считаю, что он не герой. За это возненавидевшие меня спортсмены почему-то сейчас просто молчат, я не вижу от них каких-то высказываний. Это касается не только спортсменов, различные там блогеры, общественные деятели, много было всевозможных людей, псевдоисториков, которые очень много всего говорили про меня, но ничего, ни слова не говорят. Ни про этот фильм, ни про тех, кто снял этот фильм, ни про тех дагестанцев, которые как-то доброжелательно комментируют, отзываются об этом фильме. Где ваше возмущение? Ведь в этом фильме там не просто кто-то говорит о том, что для них кто-то там не герой, они просто распутником представляют сына имама Шамиля. Вообще в целом все Кавказское освободительное движение, все это выставляется в каком-то очень таком ничтожном свете. Где же ваши возгласы? Давайте. Я вижу серьезную активность от этих людей, когда речь заходит о концерте Егора Крида в Дагестане. Тут они все такие возмущенные, начинают чуть ли угрозы писать об этом артистам, которые ничего, конечно же, противопоставить не могут. Они не могут вас похитить, они не могут возбудить против вас уголовные дела, просто отпинать вас в каком-нибудь отделе полиции. Они ничего из этого не могут. Им угрожать что-то высказывать в отношении них легко. Они не могут лишить вас контрактов на ваши спортивные какие-то там состязания, уволить вас с ваших работ, если вы там журналистами где-то работаете. Но не могут, нет у них вот этих возможностей. Они могут просто написать песню, там очередной, диск на вас, где-нибудь в форме рэпа вас, если у них хватит на это смелости, хотя и на это у них особо не хватает. Поэтому с ними легко. А вот пойти против Министерства культуры, снявшего этот фильм, тут понятно, что не просто так, ведь этот фильм сняли. Тут, возможно, вы столкнетесь с какими-то подводными камнями, возможно, будут проблемы, и поэтому все-таки и затихли. Нет вот этих вот дерзких высказываний на эту тему. А очень хотелось бы, чтобы вы высказались. Я бы прям с огромным удовольствием смотрел, как вы проходитесь по этому Минкульту, по этому фильму. Давайте. Не молчите. Сделайте это. Субтитры сделал DimaTorzok